Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Социальная догазификация, оптоволокно в красное, завершающее мероприятие опережающего северного завоза. Эти и другие вопросы стали центральными на оперативном совещании при губернаторе НАО. Хороший ученик, сытый ученик. Через несколько минут расскажем, как устроена работа в столовой, какие технические возможности используют для приготовления блюд и чем перестали кормить детей в школах. Бархатный сезон в самом разгаре. Куда поехать этой осенью, а также какие популярные направления этого года выбирают жители Заполярной столицы. И в начале выпуска об эпидемиологической обстановке в Ненецком округе. По данным на 14 сентября, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 выявили у 10 жителей Заполярья. Всего лечения от коронавирусной инфекции получают 154 человека. Из них 44 человека находятся в стационаре, 110 лечатся амбулаторно. Еще 898 человек, близко контактировавших с заболевшими, изолированы Роспотребнадзором и находятся на карантине. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2099 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1955 человек. В регионе зарегистрировано 39 летальных исходов от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Скидки на продукцию мясокомбинатов в честь дня рождения округа, социальная догазификация, оптоволокнов «Красное» – завершающие мероприятия опережающего северного завоза. Эти и другие вопросы обсудили в ходе еженедельного оперативного совещания главы региона с руководителями органов власти. Ненецкий автономный округ включился в программу социальной догазификации. Программа предполагает подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в соответствии с поручением президента России, которое он озвучил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. У нас всего 40 заявлений, которые поданы на технологическое подключение к газовым сетям. Из них 14, которые соответствуют условиям социальной догазификации. Условия участия в социальной догазификации таковы. Площадь строения не должна превышать 200 квадратных метров. И оно должно быть зарегистрировано в госреестре. Из 14 заявлений жителей Наринмара, соответствующих этим критериям, пятеро уже самостоятельно за свой счет подвели газ к своим участкам. В данном случае затраченные финансовые средства им компенсируют. В правительстве разрабатывается для этого соответствующий порядок. Новый порядок, который сейчас нам неокуда до конца сентября должен выйти, как раз и позволяет нам компенсировать эти затраты. Между тем, мы не ждем этот порядок. В нашу программу вносим изменения. И соответствующий порядок у нас департамент здравоохранения готовит, чтобы компенсировать гражданам те затраты, которые пошли на догазификацию. Работы по догазификации ведутся в микрорайоне Мирной силами Ненецкой коммунальной компании. Осталось протянуть ветку газоснабжения к семи домам. Учитывая климатические особенности Крайнего Севера, работы идут в ускоренном режиме. О завершающих мероприятиях опережающего северного завоза в населенные пункты округа доложила на совещание губернатору глава администрации Заполярного района. На сегодняшний день план по завозу топлива выполнен на 91%. Осталось доставить в Нижнюю Пешу 800 тонн угля, в Усть-Кару уголь, масла, смазки, бензин и топливные брикеты, в Волонгу уголь и дрова. Усть-Кару выгружается, потом едет в Архангельск, окружает Волгу и едет в Волгу. Но традиционно Волгу у нас последний населенный пункт, который мы закрываем. Остальные населенные пункты обеспечены энергоресурсами в полном объеме. А вот поселок Красное теперь обеспечен и оптоволоконной линией связи. Работу по прокладке оптоволокна вместо радиорелейной линии на Редмарк Красная Ненецкая компания электросвязи завершила на прошлой неделе. Уже на этой неделе жители поселка, пользующиеся интернетом, должны почувствовать разницу. НКС обеспечит его стабильную скорость. Сейчас мы так говорим о том, что мы стабилизируем их канал. И были жалобы поступали, в том числе и от Красного, что при тарифе в 2 мегабит он выдает 1,5. Но не только жители поселка Красное почувствуют разницу, но и ряд других населенных пунктов округа. Как показала практика, любая наша модернизация положительным образом сказывается на другие населенные пункты. Сейчас для Андига и для Нельвеноса 300 мегабит увеличился пропускной канал, радиорелейка, но тем не менее. Сейчас у них также стабилизируется, улучшится качество интернета. Следует отметить, что строительство оптоволоконной линии на Ренмарк-Красное – это очередной этап в обеспечении региона резервным каналом связи. А это уже выполнение стратегической задачи, поставленной перед связистами. Чтобы жители знали, что это не просто какая-то эфемерная история, мы его строим. Мы заканчиваем проектирование к концу сентября, начало октября вообще в этой линии. И у нас есть четкое понимание с четкими сроками, когда мы тут появимся в октябре. Планируется, что резервным оптоволоконным каналом связи Ненецкий автономный округ будет обеспечен уже в 2022 году. В рамках еженедельного совещания, которое провел глава региона, также подвели итоги праздничных мероприятий, посвященных дню рождения округа, которые прошли в столице Заполярья в минувшие выходные. Впрочем, на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. В честь Дня Ненецкого автономного округа акционерное общество мясопродукты приготовило для жителей свой подарок. Мы хотели сделать в течение одной недели, после проведения данных празднований, скидку на всю мясную продукцию, комбинат того мясопродукта в размере 10% абсолютно для всех жителей округа. Акция продлится до конца текущей недели. Десятипроцентную скидку на продукцию мясокомбината может получить любой житель округа без ограничений. Елизавета Кабанова, Алексей Орлов, Телеканал «Север». В Наринмаре возобновили строительство многоквартирного дома по улице авиаторов. 14 сентября начали завозить строительные материалы. История долгостроя тянется уже не один год. На сегодняшний день в ускоренном режиме возобновлены монтажные работы. На сегодняшний день строительные работы на объекте возобновлены. Вы видите, идет отгрузка материала для монтажа внешних стен первого этажа жилых зданий. И в этом году у нас планы максимально провести работы до наступления неблагоприятных условий с целью уменьшения работы на следующий год. Также на завод строительных конструкций поступили материалы для изготовления железобетонных изделий для дальнейшего монтажа каркаса здания. На изготовлении плит строители планируют потратить 3-4 месяца. И после этого стройка будет готова на все 100%. Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2022 года. По итогу 152 семьи получат новые квартиры. Дорогу спорту. Налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги можно будет получить уже с 1 января 2023 года, если на дату фактически произведенных налогоплательщикам расходов организации оплаченной услуги включены в соответствующие перечни. Данная мера доступна благодаря 88-му федеральному закону, который вступил в силу 1 августа. Согласно закону, гражданин с 1 января 2022 года может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги как себе, так и своим несовершеннолетним детям и подопечным. При этом вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ. Для получения вычета в налоговом органе следует предоставить декларацию по форме 3НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие документы – копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. Указанные документы направляются в налоговый орган после 1 января 2023 года. У работодателя же можно получить вычет быстрее в течение 2022 года. На страже спокойствия. Автопатрули вне ведомственной охраны обеспечивают правопорядок на улицах города. Нередко именно группы задержания Росгвардии первыми прибывают на помощь людям. Только за прошлую неделю группу задержания вне ведомственной охраны Росгвардии выявили и пресекли 9 административных правонарушений, связанных с появлением жителей в состоянии опьянения. Так, о неадекватном поведении женщины в дежурную часть сообщили бдительные горожане. Сотрудники передали 37-летнюю жительницу участковому, уполномоченному полиции для привлечения к административной ответственности. С начала 2021 года автопатрули вне ведомственной охраны более тысячи раз выезжали на места происшествий в Наринмаре и поселке Искателей. Группы задержания отработали более 400 тревожных сообщений с сохраняемых объектов и не допустили краж. Более 600 раз выезжали на помощь гражданам, обратившимся в дежурную часть УМВД России по Ненинску автономному округу. На маршруте патрулирования экипажи Росгвардии выявили и пресекли свыше 400 административных правонарушений. По информации сотрудников неведомственной охраны, большинство нарушений связано с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения. Бархатный сезон в самом разгаре. Пока большая часть страны готовится к зимним холодам, курорты Черного моря ждут отдыхающих. Куда поехать этой осенью, а также какие популярные направления этого года выбирают жители заполярной столицы, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Бархатный сезон набирает обороты. Жители округа всё чаще приобретают путёвки за границу. Это не только Абхазия, но и недавно открывшийся Египет. Также большой популярностью пользуется Турция, поскольку там ещё достаточно тепло и можно загорать, купаться. Страна достаточно с простыми правилами въезда по коронавирусу. И также более экзотические страны, в частности Доминикана, где для въезжающих практически не требуется никаких справок, ПЦР-тестов, вакцинации. То есть всё достаточно вольготно. Арабские Эмираты, ну и, наверное, российское побережье. Вообще Россия в целом, поскольку у нас есть возможность сочетать и активный отдых, и экскурсионный. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, северяне не боятся выезжать за пределы округа. А вот что касается въезда в другие страны, то в каждой действуют свои правила. Будь то ПЦР-тестирование или вакцинация. Есть страны, которые требуют уже, например, ПЦР-тест либо вакцинирование, то есть, либо сертификата вакцинации. В частности, это Турция. Есть страны, которые требуют ПЦР-тест от всех въезжающих. Даже если ты вакцинирован, например, Арабские Эмираты, ты всё равно должен сделать ПЦР-тест и показать, что ты не болеешь. То есть, требования у всех стран, они отличаются, но, тем не менее, народ относится к этому сейчас с пониманием, и мы подсказываем всегда, как правильно въехать в ту или иную страну. По сравнению с прошлым годом, туристический поток заметно увеличился. Жители региона с пониманием относятся к тому, что происходит в мире. Поэтому выбирают с меньшим страхом новое направление и ездят в том числе и по России, и за границу. Красное море, конечно. Египет, да. Турция, Египет, Саудовская Аравия. Я и в Америке была, и на Украине, но мне нравится в России. Я везде люблю отдыхать, где придётся, где позволят средства или настроения, какие-то желания минутные. Однако не только курорты Краснодарского края пользуются популярностью у российского туриста. В Ненецком округе своя программа развлечений. И пока северяне едут на моря, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов приезжают посмотреть заполярную столицу. У нас потихонечку люди узнают про Ненецкий округ, начинают приезжать сюда с разными целями. То есть, если раньше это была больше охота и рыбалка, то сейчас всё-таки люди приезжают для того, чтобы познакомиться с Арктикой, для того, чтобы увидеть северное сияние, увидеть культуру ненецкого народа и с другими целями. То есть, в принципе, поток достаточно большой. И летний сезон у нас сейчас только будет заканчиваться. Бархатный сезон в Заполярье будет достаточно прохладным. По прогнозам синоптиков, температура воздуха не будет превышать плюс 10 градусов тепла. Такая первая осень за последние 4 года, которую можно охарактеризовать как очень холодную и дождливую. То есть, среднедекадная температура воздуха у нас составила порядка 7 градусов, а осадков выпало 45 миллиметров при месячной норме 50. То есть, можно себе представить, у нас практически выпала месячная норма осадков. И по прогнозам прогнозируется температура до конца этого месяца порядка 7-9 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться ниже нуля. Будет облачно, с кратковременными дождями, но и опять же осадками в виде дождя. Дольше всего бархатный сезон держится в Краснодарском крае и Крыму. Самое позднее, когда он завершается, в первых числах ноября. Наталья Дуркина, Вадим Стасёк, Телеканал Север. Прозвенел звонок на перемену среди учебного дня, значит, наступило время подкрепиться. Как устроена работа в столовой, какие технические возможности используются для приготовления блюд и чем перестали кормить детей в школах, расскажет Дарья Чупрова. Звать в столовую ребят не приходится. Со звонком все понимают, наступило время подкрепиться. Помыли руки и вперёд за свои столы. Сегодня на завтрак у нас макароны, котлеты, салаты с огурцов, компот из брусники, банан и хлеб. Съев такую порцию, энергии хватит на весь учебный день. Предусмотрен список обязательных продуктов. В него входят фрукты, овощи, молочная продукция, рыба, мясо, курица. С Нового года были немного увеличены нормы порций и введены дополнительные изменения в Санпине. Были убраны некоторые продукты, ну, к сожалению, наверное, потому что дети их любят. Это сосиски и варёные колбасы. И были внесены обязательные новые продукты, такие как субпродукты. Субпродукты – это печень, язык или сердце. Меню составляется, исходя из перечня продуктов, чтобы блюда не совпадали каждый день. Список изделий с расчётом калорийности, белков, жиров и углеводов проверяется медицинским работникам и подписывается директором. Также меню выкладывается на сайт образовательного учреждения. Школьников, которые обучаются в первую смену, кормят завтраком, а тех, кто занимается во вторую смену – обедом. Родители могут посмотреть и проконтролировать, что съел их ребёнок, потому что некоторые родители звонят и спрашивают, почему у меня один ребёнок ел одно, а второй ребёнок ел другое. Ну, бывает немножко накладка – один ребёнок учится в первую смену, второй ребёнок учится во вторую. Естественно, они приходят и рассказывают, что они ели по-разному. Это правда. Все блюда готовят в столовой, на месте. Единственное, что привозит – хлеб и молочную продукцию. Всего в первой городской школе трудится пять поваров и трое кухонных рабочих. В столовой имеется различная техника, благодаря которой получается успевать за высоким темпом работы и соответствовать требованиям САМПИНА. Вот, например, есть такая машина. Называется параконвектомат. Очень удобная штука. Можно поставить сразу много протвеней, гастроюмкостей с изделиями. И на одну переменку влезают все изделия, и они выходят одновременно горячие. Ковидные ограничения тоже внесли свою лепту. Чаще делаются санитарные дни, санитарная обработка регулярно. Всё моется, всё чистится, всё дезинфицируется, кипятится и так далее. Мы, конечно, и раньше это делали, но сейчас мы это делаем всё в три раза больше. Бесплатное питание получают учащиеся начальных классов, а также ребята из малообеспеченных семей. Дети с особенностями здоровья не только завтракают, но и обедают в школе после пятого урока за счёт бюджетных средств. Остальные школьники на софинансировании. 55,5% от суммы выплачивается за счёт средств окружного бюджета, остальную часть выплачивают родители. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Накануне свой профессиональный праздник отметили мастера расчёски и ножниц парикмахеры. Современный стилист особенно высокого класса – это скорее человек искусства, нежели ремесленник. Начинающего стилиста и опытного мастера Ненецкого округа поздравила с праздником наша съёмочная группа. Катрина Тайборей продолжит. Где, как ни в кресле стилиста, можно отдохнуть, пока умелые руки мастера создают из твоих волос настоящее произведение искусства? Мария Ивылка познакомилась с парикмахерским искусством в социально-гуманитарном колледже. Девушка обучается на необычной специальности – технолог и статических услуг. Понравился этот предмет, и я решила больше практиковаться и изучать эту дисциплину. В свободное от учёбы время девушка экспериментирует с выполнением различных видов окрашиваний на подругах. Предпочитает колористику. Из множества блоков парикмахерского искусства именно этот показался и самым интересным. Я помню, я красила девочку, осветлила её на короткую стрижку и покрасила в яркий цвет. Было очень классно. Наставником в парикмахерском искусстве для Марии стала Лариса Литовка. Её стаж работы в бьюти-индустрии 36 лет и 15 лет преподавательской деятельности в Ненинском округе. Постоянно развивается. Мода меняется. Меняются стрижки, меняются окрашивания. Постоянно новые инструменты изобретают. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали фараонов и их жён, красили и стригли волосы, сооружали из них сложные прически. Первые салоны по уходу за собой появились в Редне Греции. В настоящее же время парикмахер – это деятель искусства, тот, кто делает мир прекраснее. Если человек будет любить свою профессию, конечно, он будет делать качественные работы, и тогда у него будет много клиентов и хороший заработок. Сегодня в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты. Их количество постоянно растёт. И с уверенностью можно сказать, что в руках стилистов красота нашего мира. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.